К нашему эфиру присоединяется Ольга Романова, директора фонда «Русь сидящая». Ольга Евгеньевна, приветствуем вас в эфире «Фридо». Доброе утро. Доброе утро. Ольга Евгеньевна, знаете ли, было такое ощущение, по оценкам некоторых экспертов, что у России едва ли неисчерпаемый человеческий ресурс, потому что Россия достаточно большая, и действительно есть возможность все больше и больше людей задействовать в войне против Украины. Но вместе с тем, когда мы видим результаты этой войны, которую мы с Юрием только что озвучили в эфире, мы понимаем, что все-таки есть определенные ресурсы, и этот ресурс исчерпаем. Есть ли ощущение исчерпаемости этого ресурса со самой России, как считаете? Вы знаете, пока такого ощущения у россиян нет, но совершенно очевидно, что истощился один ресурс точно, который называется трудовые мигранты. С ними уже закончили. Весной их активно забирали отовсюду, из мечети, отлавливали на улицы. Ну и потом произошел, как вы знаете, теракт в Крокус-Сити-Холле. И после этого теракта отношение к мигрантам еще более ухудшилось, и просто перестали ездить. Во-первых, потому что после российского гражданства их сразу забирают, но еще и плохо относятся. И вот этот ресурс очень и очень большой, казалось бы, он вот исчерпан уже. Есть ресурс под названием «Заключенные». Как я понимаю, из самых-самых таких, если брать уж очень приблизительные цифры и очень минимальные, то с момента начала войны было забрано порядка 200 тысяч заключенных. На самом деле гораздо больше. Собственно, я почему говорю про 200 тысяч как минимум, потому что на начало войны было 466 тысяч заключенных в Российской Федерации. И сейчас эта цифра засекречена, сколько сейчас осталось. Но последнюю мы знаем цифру точно. В октябре 2023 года один из заместителей директора ФСИН назвал цифру, что осталось 260 тысяч заключенных. Итого минус 206 тысяч. Это при всем при том, что за это время еще очень много людей сажали. То есть этот ресурс тоже, в общем, уже наполовину пуст, если не больше. Здесь Путин сюда ввел такую дополнительную штучку, которую теперь я не знаю, как считать. Теперь по УК и УПК, российским кодексам, человека можно забирать на фронт, минуя СИЗО, минуя суд, минуя колонию. Как только он совершает преступление, и он сразу же соглашается при этом идти на фронт, против него уголовное дело закрывается, он считается условно освобожденным, и он идет на фронт. То есть вот эта статистика, она вот нам недоступна никак правозащитникам, потому что эти люди, их нет в судебных базах, их нет в базах арестантов, хотя этих баз, в общем, тоже они закрытые. Его нет нигде, тем не менее, он попадает на фронт, мы просто его не видим. В общем, если учесть вольность российских законодателей и правоприменителей, что самое главное, таким образом можно набрать сколько угодно вообще народу, в принципе, сколько угодно. Мы же знаем, что, в общем, кому угодно можно подбросить наркотики, и люди бывалые сопротивляться не будут. Вот, поэтому ресурс один мигранта закончился, ресурс заключенных заканчивается, но есть здесь вот такая вот еще небольшая такая расширительная дыра, куда может входить еще какие-то слои населения. Ну и дальше только добровольцы. Добровольцы пока есть. Воронеж на прошлой неделе стал 14-м городом крупным российским, где повысили, резко повысили региональные доплаты к доплатам федеральным. Федеральная доплата 250 тысяч при вербовке, а дальше доплачивают регионы. И регионы доплачивают много. Три региона превысили планку в 1 миллион рублей. То есть завербованный человек и его семья сразу же получают 1 миллион 250 тысяч. А это деньги, против которых, в общем, довольно трудно устоять. Поэтому пока, пока более или менее народ идет. Плюс ко всему, сейчас заканчивается учебный год, и мы видим, просто вот я вижу как бывший преподаватель, как профессор из школы экономики, сколько отчисляют сейчас мальчиков после экзаменов, не сдавших экзамены. Это необычно очень. Отчисляют очень много. И как только человека отчисляют из вуза, сразу же к нему приходит военкомат. Это, конечно, не очень большой ресурс. Это не сотни тысяч и не десятки тысяч, но это тысячи. А как же ж, ну, а призывников разве отправляют? Путин же, по-моему, неоднократно говорил, что молодняка там не будет. Вы что, мамы, успокойтесь, никто ваших сыновей посылать не будет на эту СВО, так называемую, ну, попросту войну. Конечно, мы видели еще в эти выходные совершенно замечательные случаи. Замечательные, не в смысле хорошие, а в смысле заметные. Меня поразила эта история, почему-то московская история. Когда родственники парня подняли, в общем, бучу, приехав в военкомат, потому что его остановили в метро для проверки документов, и прямо из метро отправили в военкомат, и он успел позвонить, и он уже был на сборном пункте. Дело в том, что, собственно, почему родственники устроили крик, потому что парень был полностью освобожден от военной службы, у него астма. И ни на кого это не повлияло, парня отправили в армию. Как мы с вами знаем, конечно, призывники, во-первых, это год, а дальше, скорее всего, его вынудят подписать контракт, а во-вторых, ну, в общем, если призывники направляются на оккупированную территорию, то это не на фронт, все в порядке. Ольга Евгеньевна, скажите еще, вот как нам правильно, да, вот и нашим зрителям, прочитать вот эту историю. Financial Times пишет о том, что мобилизация будет, и дальше будут закручивать эти гайки в плане мобилизационных процессов, но тут выходит Песков, да, и, понятное дело, что говорит, что успокойтесь, но нет у нас необходимости в этой мобилизации. Да, как вот, вот верить Пескову или Financial Times? Или, в принципе, у российского диктатора и так все окей с набором людей? Нет, ну, верить Пескову по определению невозможно. Согласен, да, тут вопросов нет, да. Но дело в том, что пока, пока власть-то находит дополнительные источники вербовки, они очень разные. Вот смотрите, вот через год, да, вот сегодняшние отчисленные студенты пойдут или пойманы в метро молодые люди, несчастные. Они уже через год, а Путин же не собирается заканчивать войну. Потом мы вот буквально разговаривали всю неделю эту с питерскими юристами, которые занимаются отрядом 40 человек. Это 40 человек, это не очень-то мало, сомалийских наемников из Сомали. Они смогли в итоге отбить одного. В общем, 40 человек ушли, ушли воевать. Один пришел в себя и отбился, хотя отбивали троих. Вот удалось одного. У них очень любопытная формулировка была. Я вот даже попросила нескольким своим немецким коллегам, чтобы питерские адвокаты это повторили, потому что в это не верится. А формировка такая. Их позвали воевать, обещали деньги и российское гражданство, а после этого, что они будут работать в российском правительстве. Они вот все 40 человек, как в один голос это говорят. Понятно, что это не один отряд. Есть очень много наемников из других стран Африки, из Сербии, из Юго-Восточной Азии и так далее, и так далее. Это потом, смотрите, совершенно другая мера, абсолютно другая мера. Перестают выдавать загранпаспорта всем категориям подлежащих призыву, в том числе и людям, которые находятся за границей. Речь идет об этом, что перестанут выдавать загранпаспорта, и довольно трудно будет находиться за границей без загранпаспорта, то есть, соответственно, без определенного вида на жительство, пока, как у белорусов, этот вопрос никак не решен. То есть люди, конечно, те, кто уехал, вряд ли будут возвращаться, из-за того, чтобы послужить в армии. А те, кто находятся в России, они просто уже не смогут уехать. Этот поезд уже стремительно уходит. И вот пока, пока вот, я бы сказала так, что Путин скребет пока по сусекам. По сусекам пока есть. Но то, что вот эти вот ресурсы будут исчерпаны уже в этом году, совершенно точно, ну, это очевидно. Да, ресурсы будут исчерпаны. Вероятные истории, хотя, мне кажется, все-таки история с перспективами в российском правительстве может посоревноваться с ними. Это вот когда мигрантов якобы приглашали поработать на стройке, а на самом деле люди оказывались на фронте. И это тоже удивительно, на что, собственно, может быть расчет, если люди, которые готовились строить, им дали оружие, если дали оружие в руки и отправили на передовую. А вообще это все насколько может решить? Насколько может решить проблемы вот России, которые уже появляются с мобилизацией, а ведь проблемы не только в желающих, да, условно, а в том, что эти желающие потом не смогут быть той рабочей силой в России, которая будет необходима в дальнейшем, да и которая сейчас уже нужна? Мне кажется, Путин об этом не думает. Ему это совершенно неинтересно, поскольку он президент войны. Уже совершенно понятно, что он не сможет остановиться, пока жив. И вот эта вот наша фраза, которая произносится давным-давно, вот это ППЖ, пока Путин жив, сроки, пока Путин жив, ну, в основном сроки, да, война, пока Путин жив и так далее. Это все, к сожалению, привязано к Путину, ну или, не знаю, или к счастью, к одному человеку. И он, собственно, себя привязал к войне. И он президент до тех пор, пока он воюет. Он не президент мирной жизни. Ему совершенно не нужно думать о трудовых ресурсах потом. Об этом будет думать другой президент. Ему совершенно пофигу про это сейчас. А скажите, Ольга Евгеньевна, если мы говорим о, ну, вот, знаете, ППЖ, да, пока Путин жив, ну, а если мы отмечаем, что после, да, каких вот вы там позиций придерживаетесь в плане того, кто или что уместно, да, каким образом все будет происходить после отхода, да, как мы понимаем, скорее всего, физическим причинам нынешнего кремлевского диктата? Ну, вы знаете, самое главное, самое главное, что то, что сейчас политолог Борис Пастухов называет холодной гражданской войной, конечно, придет в горячую фазу. Горящая гражданская война хотя бы по причинам чисто экономическим, потому что, когда вернется все, что вернется, инвалиды, или, как мы сейчас слышали в прекрасном совершенно сюжете, 54% от инвалидов – это без руки, без ноги, а их больше уже двух миллионов. Вот когда все это воинство вернется, без денег, потому что денег больше не будет. Они привыкли получать очень большие деньги, они привыкли видеть врага везде, и это будет очень большая проблема. Государство не сможет им платить в мирной жизни, они не смогут себя найти такие деньги. Я замечу, что, собственно, когда иссяк поток мигрантов, граждане России, коренные граждане России, не поспешили занимать места дворников, таксистов или курьеров. Вовсе нет. Они не собираются там работать. Но при этом граждане России собираются дальше получать те деньги, которые получают они сейчас, во время войны. И они привыкли воевать, они привыкли держать в руках оружие. И я думаю, будет горячо. Да и в целом, безусловно, каждая профессия важна, но ведь тут речь даже не о дворниках, а о медицинских работниках. Потому что тут не только война, скажем так, способствует тому, чтобы их становилось все меньше, чтобы они как минимум хотели выехать за пределы территории России, но еще и обеспечения ведь недостаточное, по крайней мере в регионах. Больницы закрываются, врачи отказываются работать за такие зарплаты. И вот, вероятно, это страшно еще для России. Безусловно, есть огромный кризис в медицине, в образовании. Ну, про культуру я уже и не говорю. В социальной сфере. И этот кризис и, собственно, нехватка людей и оборудования, денег, он рано или поздно, конечно, столкнется с тем, что потребности в этом будут возрастать. И что делать учителей из участников СВО, это, конечно, идея богатая, но до поры до времени. Все-таки до поры до времени понадобятся учителя, понадобится профессура, понадобятся ученые, которых сейчас сажают за госизмену пачками. Все это понадобится, а у страны ничего этого больше нет. Ольга Евгеньевна, спасибо вам за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру. Всегда вам рады. Ольга Романова, директор фонда «Русь сидящая» была с нами на связи. Говорили с ней о колоссальных потерях живой силы Российской Федерации в этой кровавой войне путинской России против Украины. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.